Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна. И рассуждаем на такую тему, что еще можно посеять в сентябре месяце. К сожалению, чем короче день, чем ниже температура, тем и меньше список тех овощных культур, которые пригодны к выращиванию, к высеву в сентябре месяце. Традиционными культурами для сентября, для осеннего сева являются корнеплоды, которые обладают коротким циклом созревания. Это редис. Традиционные сорта редиса быстрого срока созревания, например, редис 18 дней, французский завтрак, старый сорт жара, также из более новых это гибрид ронда и сора. Редис ранних сроков созревания будет готов уже через ориентировочно 3 недели. Он не будет таким водянистым, как весной, и не будет таким горьким, как летом. Также хорошо себя будут чувствовать и расти салатные культуры, которые мы высеем в сентябре месяце. Они будут, помимо всего прочего, хорошо держаться и при низких температурах, и выдерживать небольшие заморозки. К таким культурам относятся рукола, шпинат, салат в том числе. Более устойчивые сорта шпината к заморозкам это исполинский старый сорт и гибрид спирос. Также есть сорт журналистный, который будет устойчив к ложному чнистой России. К сожалению, это заболевание характерно для салатных культур, именно выращиваемых в позднее время, где-то начало-середина осени. Рукола также подоспеет, как и редис, ориентировочно через 3 недели. Из сортов могу рекомендовать вам Рококо, Оливета, Виктория и другие. Что касается руколы, то для того, чтобы она была не очень горькая, ее необходимо обильно поливать. Но эту функцию вместо нас будут выполнять осенние дожди. Крест-салат всходит буквально на второй день, поэтому его необходимо высевать поверхностно, поскольку семена маленькие. Обильно он будет нарастать, так же, как и все зеленые культуры, и давать хорошую вегетативную массу, начиная уже со второй недели вегетации. Среди укропов стоит выделить такие сорта, как грибовский, которые являются устойчивыми к мучнистой России, как я уже говорила, к тому заболеванию, которое активно поражает зеленые культуры в позднем сроке вегетации. Также не забываем высаживать лук на перо и готовить к посадке азимый чеснок. Бутует мнение, что азимый чеснок необходимо высаживать в более поздние осенние сроки, для того, чтобы он встретил зиму, встретил заморозки в состоянии луковички или этого зубчика. Но наиболее продвинутые овощеводы знают, что наиболее оптимальные фазы вегетативного развития для чеснока, перед тем, как он будет входить в заморозки, это развитие корневой системы и развитие надземной части где-то на уровень 10-15 сантиметров. Такой чеснок, когда он встретит раннюю весну, ему не потребуется продолжительное время для того, чтобы нарастить корневую массу, и уже ранней весной он будет более активно наращивать вегетативную надземную массу. Также преимущество азимового чеснока, который мы высаживаем уже от середины сентября, против того, который мы высаживаем в октябре, а то и в начале ноября, это его перезимовка. Поскольку чеснок, высаженный в более поздние сроки перед морозами, он может выдавливаться движениями почвы в процессах замерзания, оттаивания, и впоследствии просто оставаться на ее поверхности и в какой-то момент вымерзать. А если же чеснок укореняется, остается в почве, то ему не будут страшны никакие морозы, даже те, которые он встретит без снежного покрова. Надеюсь, что это короткое видео поможет вам подобрать и виды, и сорта тех овощных культур, которые быстро вырастут и порадуют вас еще не одним витаминным свежим салатом. Всего вам доброго! Оставайтесь на канале Процветок. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч!